всем привет ребят сожалению не смог я вам показать тест героев с новым талантиком выживания на атаке фартов это зависит не от меня мы их затащили конечно же но печально то что нету достойных противников точнее так рандомчик то такие которых не можешь пройти то такие что просто не приходят и я решил вам показать тест и протестить сам героев с выживанием на разных локациях у меня очень много здесь героев у меня сейчас по моему еще даже остались использованные талантики вот у меня три есть я думаю кому поставить думаю еще втыкнул попробую пупу пупу на повредителя бури дима пабашка вот мы пабашка такой есть ради интереса и еще хочу потестить нового героя смысла нету на ассуре тоже хочу именно чисто ради pvp так поехали покажу какие у меня герои уже есть собраны идем x даже не в экспедицию идем на арену лучше всего будет видно вы уже напишите в комментах какие герои вы хотите увидеть еще на обзоре так рогатка есть на 88 у меня уже здесь есть два талантика на китайке на английском к сожалению еще не продают на китайке уже есть двое собраны с этим талантом так такой вот биг про я овник так чу все называется расхвалил уча героя есть так в этих двоих с этим так окей сейчас мы еще сделаем сюда повелителя бури сразу надеюсь они сохранились фишки давайте сделаем еще повелителя бури почему я делаю именно этих потому что мы будем в основном их тестировать на пава по локациях также я хочу древним потестить так это я нового перекачал так есть сразу же римку поставим так этот с римкой собранный тоже собранный вы напишите уже в комнатах колон еще собрать показать овник так и че новенька поставить в принципе быстро заряжается давайте пусть будет разброс так ухник у нас тоже собранный ворожай есть рогатка есть 6 героев у нас есть таких более-менее тыковка как видите вот у меня 7 блин уже есть еще вариант был на краса сделать тоже такого же в принципе можно и рунами ставит там две секунды там три секунды рунами я уже говорил более такой выигрышный вариант так ну вроде как бы все ронина я вам показывал что ронина качать не стоит напишите в коментах кого вы еще хотите увидеть но тут желательно ставить те которые офигенно раздают и которых имбовые таланты так мы вроде все поехали с чего начнем давайте начнем с той же самой арены убираем всех лишних вот и ассора еще вариант тоже если сразу же он будет в передней линии сразу же включаться но есть конечно как всегда нюансы разные 2 виде 3 и пудашка 4 5 вот так вот такая вот команда у нас конечно тут сейчас я не знаю чем она тестим мы пройдемся постараемся по всех локациях а вы пишите в коментах что вы хотите увидеть здесь есть на китайке возможность потестить больше талантов чем на русском но на английском другие талантики немножко пока в приоритете так пока к сожалению противника в особо таких мега крутых нет сам талант по себе очень интересный особенно на героях которых ограничение это фрей не крыл остальные конечно без него фактически через три секунды как без таланта вот неплохо он смотрится сейчас дойдем до забыто я не знаю правда что у меня там творится тоже потому что как вы знаете я забил на многие локации но надо будет вернуться все-таки строй собраться и уже тестировать по максимуму все может сейчас попадем на каких-то топов если повезет хотелось конечно на атаке фартов протестировать там шесть героев можно выставить так давай вот черепом какой то есть так давай вот черепом какой то есть получается пока они добегут то у нас уже фактически пропадет действие нашего таланта вот раз два три еще я одно заметил отражение от отражения он не спасает очень часто на хранителях вот видите бигфут вроде казалось бы отключился и получил обратку так может ты топовый вот отличный отличнейший топовый состав кстати для рогатки неплохо смотрится тоже думаю затестирую сделаем обзорчик но вы в общем напишите кого в первую очередь протестировать так мохнатками думаю с мохнаткой должен быть интересной тут уже рогатка мохнатка все равно нам это не страшно вот пошли на кросс 2 эволюции смотрим вот нули у меня проходят все дальше по мне урон должен проходить к сожалению пока не дотягивает он до моих так отлично еще один некрас думаю вот некрас еще вариант поставить некрас потом ассурика в принципе ну ассурика мы тут особо не протестируем такой локации но тоже неплохо будет очень прикольно он кстати спасает от фрейду может у нас сейчас открыто будет лабиринт я еще туда забил ну пока справляемся вроде вот отлично фрейка есть вот это какой-то топ так вот фрея смотрим 84 так фрея дамажит смотрим что же будет дальше ну и затащили не успела фрея вражеская ушатать но у меня конечно герои более прокаченные так еще один так мы его восстановили ну вроде как неплохо держимся пока поехали еще две попытки не по центру обидно так мы его восстановили но видите начало начало в принципе я выигрываю так вот ебро барон ну давай ебро барон я надеюсь ты по центру да блин зачем ставить одного их не криво что за люди я уже понадеялся блин сейчас его интересный противник будет фехта так в принципе тут все мы уже дальше не продвинемся никак ну в общем такое вот пишите комменты что вы думаете поехали в следующую локацию это у нас будет экспедиция будем пробовать здесь именно этих героев больше никого я надеюсь будут расстановочки где будут вблизи героя можно будет конкретно посмотреть то что нам интересно так будем быстренько сейчас пропускать талантик очень офигенный конечно отхиливает но кулдаун очень большой вот это самое скажем так плохое что когда пропадает там 4 секунды героя ваш просто вата но потом он отхиливается на максимум в основном и дальше еще раз неуязвим то есть таким героем как буря вот отлично смотрим давайте смотрим на примере рогатки повелитель буря вот видите рогатка кстати вот сейчас у нас был первым вот послевали их потом надо будет посмотреть я не рассмотрел сейчас обновим еще разок слился по моему на хранителе я заметил на отражалках блин очень печально все с этим талантом убиваются они так ну в принципе это и делаем мы тестируем поехали делаем перезаходик так смотрим на рогатку вот есть атлантик был точнее я надеялся он на кого-то кинул ну ка еще раз попробуем так на по башке будет неплохо видно непонятно в общем как обычно ладно сделаем потом отдельный крош тест вот классно что карты есть можно себе перезаходить сколько влезет так кидаем все героеве что вы видите рогатка начал немножко под сливаться то есть есть такой еще нюанс ребят я заметил на древнем испытании этот талант не всегда срабатывает когда герой только выкинут особенно на атланте это заметно у меня рунами семерка стоит и печально все бывает атланта сливают сразу же после высадки ну и расстановки я надеюсь сейчас дальше будут посерьезнее противники Так, вторая эволюция. Ну, пробуем. Ну, тут, конечно, блин. Надеюсь, дальше будет повеселее. Вот мы и начали получать урон, наконец-то. Раз, два, три, ПБшка. Ну, вроде так, ничего, но тут, опять же, тут не скажешь, или это талант. Так, давайте сменю. Может, кто-то под Эстонией. Хотя бы кого-то от Фрейка было. Жалко, что я сменил так быстро. Так, смотрим. Вот Бигфута тоже выкинул. И где-то было от Фрейя. Ну, это от этих получают. Отмин, видите, все-таки получают урон. Так, ну, дайте хоть какую-то эмборостановочку. Так, есть повредитель бури, смотрим. Вот пошли нули. Вот он начал проседать. Слили его, отлично. Давайте теперь рогатка. Вот рогатка, кстати, неплохо смотрится. Но тоже слился. То есть три секунды и вашего героя просто нет. Так, Бигфут. Вот он получает нули. Ну, отхилл работает, это радует. Ворожей. Вот это тоже мне нравится, смотрите. Ворожей. Вот в таком плане тоже первые секунды. Многие стыкались с тем, что он сливается. Так, Фрейка. Вот Фрейка, кстати. Сейчас, наверное, их и затащит всех. Так, пробуем еще Огника сюда. И Огнику от Фрея и Огник. Это самые такие интересные с этим талантом. Остальным можно, в принципе, рунами поставить. Сошку вкачать. Один из стоповых талантика. Так, ну что, Огник дотащит или нет? Ну, давай, отхилл. Видите, не дотащил. Не смог. И вот неплохо он будет смотреться против того же самого Повелителя Бури в первые секунды. Он не будет наносить столько урона, сколько он его наносит. Так, окей, с этим решили, побежали в следующую эвакацию. Давайте древние... Не, древние смысла нету. Давайте посмотрим Лабиринт. Ай, Лабиринт. Как раз Лабиринт мы не посмотрим. Я отдельно потом побегаю этой пачкой. Еще докачаю остальных, чтобы у меня было по максимуму. Побежали в забытую. Создадим сейчас пачку чисто. Не всех, конечно. Так, Рогатка. Я их всех поставлю в самый вперед. Рогатка. Ворожай. Даже впереди поставим его так. Так. Фрайка и Бигфут. Акни крыло мы брать не будем. Акни крыло мы просто отдельно поставим. Так, а тут мы соберем еще одну пачку. Так. Махатма и Асура. Отлично. Ну что, поехали. Не знаю, правда, что у меня тут будет. Так, вижу тут выражая. Давайте так вот и будем тестировать. Так, есть вражеская Фрея. Но, как видите, мы и даже урона не получили. Три секунды первых. Они решающие будут. В принципе, я думаю, такие пачки будут неубиваемые. Особенно таланта. А рунами ремку ставить. И вот именно в забытой я не знаю, что можно будет сделать против таких пачек. Потому что Фрея даже там не будет особо тащить. Так, обновим. Вот есть какой-то с Асуриком. Поехали. Вот, отлично. Вторая Ава есть. Вот, как видите, герои нули получают. Вот, особенно для выражая, я думаю, это идеальный вариант под ПВП. Именно под забытую будет. Прай ему ничего не сделает в первые секунды. А до того, как она уже активируется. Вот тоже самый вариант. Вот, начали по нему дамажить уже. Отхил пошел. Седьмая секунда. Ну, плюс тут еще осмотритель. Так, отлично. Вот подашка какой-то есть. Давайте так сделаем. Огни крыл. Так, наложили блочку. И мой тоже блочку наложил. Неплохо. Это мне нравится. Так. Ну, тут так себе пачка. Вот плюс то, что 3 секунды, герои неубываемые, ставите ремочку и пофиг. За эти 3 секунды, если и такие же имба герои, я имею в виду, потому что так. Так, вот какой-то есть. Давайте попробуем с вольтом. Вот, отлично. 3 секунды. Ему даже хэпа не сняли. То есть, от фреи именно это спасать будет очень и очень. Ну, я не знаю, как воевать будет против таких пачек именно в забытой. Потому что, если у вас не будет таких талантов, вы попадете на такую пачку, вы сольете. Давайте против черепа. Это слабенький противник, к сожалению. Так, хорошо. Теперь давайте еще в рейде затестим. Я думаю, в рейде будет интересно тоже посмотреть это все. Вот есть огнекрыл у нас. Так, ну что, стартуем. Словника тоже. Смотрим. Вот, первые секунды. Вражеский активирован. Ну, в принципе, неплохо. А вот сейчас мои будут уязвимы. Так, опять не уязвимы у них. Вражаи, как видите, слили. То есть, чисто дело такое, когда герои стоят все вместе, да. Когда вот так вот в разброску. Очень сейчас видно хорошо, что осталась фрея. А что я тестирую. У меня, чтобы не все с этим. Вот, ну, этот с талантом. Так, ставим рогатку. Раз, два, три, четыре, пять. Возьми, вместо Анубиса. Побашку. Думаю, что такое. Но все равно, как видите, остаются только огнекрыл. Он имеет шанс еще выжить. И фрея, в принципе, они и так имеют шансы выжить. Так. Давайте тут потестим. Отлично. Вот, кстати, Бигфут сейчас зашел. И смотрите, что получилось. Он получал урон. Входящий. Хотя, три секунды сказано, что он урона получать не будет. В общем, очень много вопросов над этим талантиком. Но, именно на такую локацию он, в принципе, создан. Но через три секунды вашим героям будет полная попа. Так, вот тут у нас есть огнек. Отлично. Давайте я его потащу. Ну, такой вот вариант мне тоже нравится. А вот, три секунды прошло. И видите, что вражеская фрея с моими сделала. Она просто их унизила. Но сейчас обратно мои получают не такой уж и большой урон. Возможно, для ПБшки с его понижениями это будет очень интересно. Это для любого героя интересно. Конечно, если же фрея не будет его долбить. Вот она ударила раз. А вот, кстати, два раза, как видите, спасло. А вот сейчас не спасло опять. А вот фрея живучая будет. Однозначно. И она даже вражеских будет таскать без такого таланта. Особенно, если у вас еще смотритель активирован. Вот там фрея тоже с ангелом, но у нее нету столько отхила, сколько у моей. Так, хорошо, давайте теперь еще забежим в подземки на седьмую кошмарочку. Так, вот седьмая кошмарка. И кидаем просто так вот сразу всех. Вот что мы видим. Три секунды мои герои нормально держатся. То есть я благодаря тому талантику имею возможность оттянуть щит. Что есть очень и очень даже неплохо. Учитывая то, что... Где там ангел? Он работает 6 секунд. Я могу намного больше сделать выживаемый свои герои. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Так, есть, прошло. Кидаю щит. И по сути сейчас, когда они выйдут со щита, у них будет сразу же неуяз. Вот. В принципе, довольно-таки неплохо. Еще и подхил. Для подземок вот этот вот талантик. Я уже показывал на фрея. Я вам еще сейчас покажу. Фрея просто с ним неубиваемая. Да, она будет стоять в стане очень долго. Но это все фигня. Вот опять ноли. Видите, а Ронины нифига не могут сделать. Вот Фрея осталась против Ронинов. Ой, их много набежало. Тут я не покажу вам. В общем, я тестировал. Я не помню кого. Какого-то героя. И в итоге у меня осталось... По-моему, рогатку я тестировал на 12. У меня осталось Фрея на подземке. Правда, надо немного Ронинов. Чтобы один там максимум 2. Плюс отхил. И если поставить ей питомца, то можно затащить. Так, давайте тестируем еще разок. Тестируем отсюда сразу с Ронинов. Выпускаем всех. Ай, у меня нету. Завтыкал. Завтыкал взять щит. В общем, на ранних левелах такую Фрайку можно будет оставлять. Она будет рушить просто здание. Я это постараюсь сделать на Кошмарке. Там попроще, не на этой. Так, давайте начнем вот отсюда. По старинке. Так, выпустили. Раз, два, три. Кинули щит. Вот, смотрите, опять нули идут. По сути, 13 секунд. Я выиграю. Это я без тыковки, как видите, бегаю. Вот они опять отхилились. То есть, если был бы, конечно, у меня тут Анубис. Или даже Тритона. Мы попробуем в свое время сюда запустить на английском сервере. А может и здесь я дособираю такого. Вот. Вот то, о чем я вам говорил. Что Фрайк даже сейчас будут дамажить все. Она себя будет в течение 7 секунд отхиливать. Единственное, надо его безопасить от стана и питомца другого. Этого скилла хватит. Вполне. Посмотрите, ее вот дамажит, дамажит. Она отхилилась. То же самое. Дамажит, дамажит благодаря именно ограничению этому. Единственное, я буду так встанет стоять. Вот это, в принципе, и хорошо. Вы ее никак не убьете, потому что у нее помимо питомца еще идет дополнительно отхил на фул. Вот отхил, 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 отхил. Сейчас попробую, может она кроне, но подбежит или к кому-то. То есть такой вариант на некоторых подземках будет очень интересно потестить. Думаю, это вам сделаю. Именно питомцем послевать подземки. Таким же самым фениксом, либо цепелином. Мне лучше цепелином, потому что фениксу надо, чтобы героя такова. Вот, то есть такой вот вариант, тоже неплохой. Древние я уже бегал, показывал и показывал. То есть надо будет, опять же, лучше все-таки ставить эссо, рунами ставить. Тогда больше возможностей, что герои будут выживать дольше. И не умирает так, потому что этот Атлантик пропадает, и все, полная жопа. Так, ну вот у меня в основном эти герои здесь есть. Кроме подбашки, конечно же. Ну вот, как видите, сейчас Бигфут, все пропало. Умение начали сливать. Можно выживать вот именно таким образом. Но, честно скажу, мне не нравится. То есть я думал, ожидал все-таки большего от этого таланта. Но, к сожалению, что-то он не особо заходит. А вот именно на PvP локации, думаю, он будет один из топовых на сегодня. Вдруг сейчас смогу пройти. А, я с Атлантика шутбрал, не смогу. В общем, ребят, вот такой вот тест. Пишите комменты, на ком вы хотите увидеть, кого вам показать еще. Сделал рогатку повелителя бури с этим талантиком. Все, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok